Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях представители контактного зоопарка в мире животных. Дарья Медведева, экскурсовод, и Владимир Колесников, зоотехник. Пришли они не одни. Вместе с сурикатом Варенькой и игуаной Гошей. Кто еще представлен в вашем зоопарке? Кого можно увидеть? В нашем зоопарке 30 видов животных. Многих можно потрогать, погладить, покормить. Животные различные, такие как змеи, ящерицы, черепахи, попугаи, обезьянка и так далее. Вы говорите о том, что можно погладить и покормить. Не страшно, допустим, если детки приходят прикоснуться к настоящей крупной ящерице или к змее? Или это в сопровождении экскурсовода, поэтому вы правильно показываете, как это делать, чтобы не пострадать? Да. Конечно, корм продается исключительно тот, который в зоопарке. То есть у каждого животного свой рацион, поэтому зоотехники специально балансируют фрукты, овощи, которые продаются в стаканчиках. И все это проходит под наблюдением экскурсовода или администратора зоопарка. Нет никакой опасности. Животные все абсолютно спокойные. Они не дикие, не агрессивные и, видя еду, не бросаются. Поэтому можно не боясь даже малышам разрешать покормить животных и потрогать. В частности, вот эта еда, которая на месте, да, сформирована уже, гарантирует, что и животные не пострадают от какой-нибудь пищи, которая им не подходит. Да, да, потому что все-таки еду, так скажем, с улицы мы запрещаем проносить. И многие пытаются покормить печеньками. Это категорически запрещено для экзотических животных. Они едят только фрукты и овощи, поэтому корм можно приобрести только в зоопарке. У нас город крупный, но зоопарка своего нет, поэтому вот такие контактные зоопарки – это для многих детишек зачастую единственная возможность прикоснуться к миру живой природы. Каково это быть экскурсоводом и рассказывать детям о том, что они могут видеть только по телевизору чаще всего? Ну, это на самом деле несложно. Конечно, экскурсии все абсолютно разные в зависимости от возрастной категории. Если это малыши, то мы больше уже делаем акцент на том, чтобы дети потрогали, погладили. Им больше интересно послушать о пушистых зверятах. Ну, а взрослые, кстати, совсем не редкость для нашего зоопарка, молодежь, взрослые приходят, и им, конечно, уже больше нравятся рептилии, крупные змеи, ящерицы. Уход за рептилиями или за пушистыми зверушками совершенно разнится, да, разнообразный. Вот, насколько я понимаю, Владимир, это ваша задача следить за тем, за уходом, за правильным животным. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы справляетесь с таким количеством. 30 видов все-таки. Каждое животное должно быть чисто, купаем постоянно, как бы, ну, и свой рацион у каждого хищника или, допустим, тоже ящерица. Кушать все, непременно у всех есть большой аппетит, но и в то же время знать, что любит, допустим, тоже ящерица или великопитающий хищник. Как бы, как бы, уделяем больше времени не только в кормлении, но и в том, чтобы животное было к нему очень много внимания. Это тоже очень немало зависит от этого, чтобы, как бы, и та же ящерица чувствовала себя хорошо. Любит все ласку и тоже так же, как бы, чтобы их погладили, потрогали. Но, надо того, они такие спокойные. Вот, допустим, у вас на коленках сидит Гоша, красавец. Расскажите, пожалуйста, его, может быть, о том, что вы доносите своим посетителям. Вот о Гошах, где он обитает, чем питается, чем примечательен этот вид. Ну, чаще всего посетителям интересно слушать то, как они питаются именно в домашних условиях и где проживают в дикой природе. Ну, конкретно, если взять Гошу, Гоша – это животное с Центральной и Южной Америки. То животное, которое любит тепло, в террариумах у них поддерживается температура, и нормальное для них – это 37 градусов. То есть, здесь он у нас сейчас мёрзнет, возможно? Ну, ему не сказать, что особо комфортно, да. Но от человека тепло издаётся, поэтому ему спокойно. Вот, и при таких условиях кушает он фрукты, овощи, зелёные листья в природе. То есть, не хищник, несмотря на свой устращающий немножечко вид динозавр. Да. Вообще-то, животное спокойное даже в дикой природе, и поэтому своим вот таким вызывающим видом он как раз и отпугивает от себя врагов. Он очень часто машет своей бородой, которая вот внизу у него сейчас в спокойном состоянии сложена. Да, и развивает шары вот такие вот по бокам, которые у него есть. А это можно увидеть в зоопарке? Бывает такое, что он очень часто это делает? Демонстрирует свои способности. Да, показывает. Так как это самец, он очень часто именно специально это делает, не столько напугать, сколько показать своё эго. А краска и размер вот это типичные для представителей или бывают крупнее? Да, он у нас молодой, ему сейчас всего лишь 6 лет. Это немного, так как игуаны в домашних условиях проживают 12-15 лет, в дикой природе чуть меньше, и размеры, соответственно, тоже бывают намного крупнее. Встречался такой вид, который до 2 метров вырастал. Как видите, у него очень длинный хвост, и это тоже не просто так. В природе они дерутся своим хвостом, и благодаря такому длинному хвосту они отлично плавают. А лапки, чтобы лазать, я так понимаю, да? Да, живут в основном на деревьях, редко слазят. А здесь у нас представитель совершенно другого. Да, совершенно. Где обитают сурикаты, вот она такая ласковая лежит, приласкалась к вашей руке, практически ручная варя. А в дикой природе они как себя ведут? И возможно ли приручить совсем дикого суриката? Ну, вообще сурикаты, в отличие от мангустов, они, да, очень легко приручаются, и люди их очень часто заводят дома. Так как это семейство мангустов, следовательно, можно понять, что это хищный зверь. И в природе он может нападать даже на ядовитых пауков, скорпионов, ящериц и так далее. То есть, ну, такое, ну, достаточно агрессивное животное. Нету чувства страха. Да. Чувства страха отсутствуют? Да. То есть, они вообще в природе большими семьями живут. Варя у нас еще молоденькая, поэтому самца у нее нет. Ну, в скором времени мы ожидаем, возможно, даже в Рязани приедет к нам мальчик, не знаем точно. Вот. Абсолютно спокойная она, тоже не просто так, потому что в зоопарк она поступила, когда ей было всего лишь две недели от роду. И вот случилась такая трагическая история. Ее мама умерла, и нам пришлось ее докармливать с пипетки молочком, так как она еще сама кушать не умела. Поэтому она вот нас любит, как, наверное, своих родителей. Как родителей. И я, насколько понимаю, это тот представитель, родственник Тимона из знаменитого мультика, да? Именно так, да. Получается, что так. И внешность обманчива, совсем не хищный Гоша, который выглядит довольно устрашающе. И такая милая, нежная Варя, которая на деле оказывается хищником. Еще много нового можно узнать и взрослым, и детям, да, в вашем зоопарке. Экскурсию нужно заказывать, или можно прийти на месте как-то договориться, или заранее. Ну, и если, допустим, целый класс захочет прийти, сейчас же учебный год как раз начался, а как все это сделать? Да, у нас, кстати, существует групповой билет, есть большие скидки для детей, организованных групп с детских садов и школ. Экскурсию заказывать не надо, любому посетителю, даже самому маленькому, обязательно экскурсоводы проведут полную экскурсию, дадут всех потрогать. Конечно, по желанию. Многие не хотят трогать змей. Также у нас можно сфотографироваться с любым животным. Фото моментальное, ждать его или забирать не нужно. То есть все уже именно по факту. То есть вы приходите, билеты всегда есть в продаже, и ничего заказывать не нужно, всегда проведут экскурсию. То есть можно спонтанно решить, а можно и заказать заранее, если групповой. Вы приехали к нам из далекого Барнаула. Где расположились и как долго пробудете в нашем городе в гостях? Расположились мы в торговом центре М5 Мол. Мы находимся на первом этаже. Третий выход. Третий выход, да. Сразу, то есть мы прямо вот на входе, нас видно, не пропустите. Как долго можно будет вас посетить, чтобы никто из заинтересовавшихся, скажем так, не упустил такую уникальную возможность? Мы пробудем здесь до 15 октября включительно. Работаем мы ежедневно с 11 до 8, без выходных, без перерывов. А как много уже городов успели вы посетить? Потому что получается, что вы несете вот эту сказку, мир животных, людям, у которых нет зоопарков и возможности сходить. Где вы еще бывали? Бывали мы за 7 лет существования выставки. Уже, наверное, больше 30 городов объехали. Такие, как крупные Чебоксары, Петрозаводск, Великий Новгород, Киров. В общем, мы стояли как и в торговых центрах, как сейчас, в общем-то, так и в музеях, в ДК. А с чего все началось 7 лет назад? С какой зверушки, скажем так, родилась идея создать целый зоопарк? Выставку животных, представителей пяти континентов. С чего все началось? Ну, началось, наверное, больше с рептилий. Кстати, все животные у нас привезены из разных питомников. Нет ни одного, кто бы был с дикой природы. То есть это питомники Санкт-Петербурга и Москвы. И изначально у нас было больше рептилий. То есть мы как-то именно отталкивались от них. Это змеи, ящерицы, было много насекомых. Но потом, по ходу работы, мы как-то начали замечать, что людям не особо интересны насекомые. То есть это вот редко-редко, кто любители придут и посмотрят. А деткам больше нравятся вот пушистики, как я уже говорила. И у нас начали появляться млекопитающие, кролики, шиншилки, цирикат, обезьянки. И мы старались брать малышей именно для того, чтобы можно было их приручить. Ну и вот постепенно зоопарк стал контактным. Ну и она у нас ночной, что ли, житель? Почему она так? Или ей просто нравится, что ее ласкают? Она пригрелась, и да, ей нравится, что ее гладят. Нет, на самом деле они дневные, они... Такие степные, да, насколько я помню? Да, они живут в Африке, в пустынях. Вот они роют себе норки, обратите внимание, какие длинные когти у этого зверя. Они роют себе туннель и прячутся в них. А Гоша будет не против, если я его на ручки, например, возьму? Нет, можно взять. У нас и маленькие дети даже с ним фотографируют. Держать особо нужно, вот, держать за лапки вот здесь крепенько, да, и здесь просто под мышечки. Замерз Гоша. Аккуратно, чтобы не поцарапал только, да. Гоша, красивый, держите. Да, давайте. Не нервничает? Нет. Просто уже соскучился сидеть на коленочках. Итак, давайте мы еще раз с вами повторим, что увидеть Гошу, познакомиться с Варей и с множеством других представителей 30 разных видов, проживающих на пяти континентах нашей планеты, можно до 15 октября в торговом центре М5 Мол на первом этаже у третьего выхода. Или можно связаться, чтобы уточнить интересующую вас информацию по телефону, который вас сейчас назовут. Дарья. 8-906-863-7373. Это телефон, которым можно узнать цену, стоимость, режим работы. И также у нас существует группа ВКонтакте в мире животных. «Зоопарк в мире животных». Обращайтесь, спрашивайте, интересуйтесь и не пропустите уникальную возможность до 15 октября познакомиться с представителями пяти континентов и побывать в мире животных. Спасибо вам, что были у нас в гостях. Спасибо Варе и Гоше. Вам, Дарья, и вам, Владимир. Спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Субтитры подогнали Симон.